Борис Николаевич, как он играл в теннис, будучи, в общем-то, на самом деле, ну, давайте называть вещи с именами, любителем спиртного, таким вот человеком, который... Ну, вы так не усугубляйте, потому что, я не скажу, но любитель, любитель, но он всегда был в порядке, да, и с позиции тенниса, он, во-первых, он отложился всегда очень рано спать, старался, а вставал очень рано и утром занимался документами, а потом шел играть. Это как бы была традиция. У него в среднем было где-то 8 встреч в день, расписанных по полчаса, и мы играли 2 раза в день с 7 утра, 2 раза в неделю с 7 утра. Как долго? Ну, это зависело, ну, в принципе, не менее часа, не менее часа, но зависело, просто тренируемся или пару играем, это немножко разное, но она любила играть до работы. Кто вас с ним поссорил? Мы с ним вообще не ссорились. Не ссорились ради этого? Вы не были в опале у Бориса Ковальцева? Нет, я попал просто в период времени, но я никогда в опале не был, я попал в период времени, когда у него несколько инфарктов было. И там, конечно, все делали, чтобы меня не допустить, потому что, ну, когда первый был инфаркт, он лежал в клинике. Тогда Коршаков, Барсуков и я приехали в клинику, а пускали в палату только двоих. Идет медбрат, я говорю, да, я одену на себя эту штуку с рукавами. В общем, мы зашли втроем, и он лежал под капельницей, он так поднял голову, увидел меня и говорит, Шамиль, ты тоже здесь лежишь? Потому что там в такой форме первой. И потом мне начал почему-то рассказывать, что я открываю глаза, и передо мной стоят девять врачей, ну, много, в общем. Ну, вот, я когда, ну, он так говорил, когда начал им рассказывать, как меня лечить, и один из них что-то говорит, ну, мы же отвечаем за вашу жизнь. И Ельцин говорит, я вспоминаю, где это дело врачей, вы отвечали за жизнь, и их сразу осталось двое. Такой, пятьсот из жизни. Ну, такие моменты были. Ну, тогда череда болезней была, и поэтому так получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова